Так, так, так. Так, так. Так, всё, 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 давайте помолимся. Передали. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Благослови Наши Заряди Матери. Аминь. Давайте вспомним сначала, какие у нас были события на неделе, какие-то праздники, может быть, были у нас православные. Кто помнит, что у нас последнее было? Покров Пресвятой Богородицы. Будет Покров Пресвятой Богородицы. Покров Пресвятой Богородицы. Какого вам числа будет? Не помнишь? Помнишь, что должен быть такой праздник, да? Сегодня у нас кто знает, какое число? Сегодня 13. 13 октября. А Пресвятая Богородица, Покров Пресвятой Богородицы, 14 октября, запомните. 14 октября, и мы на следующем занятии. Я вам расскажу эту историю. Мы с вами уже проходили, но вы, наверное, уже маленько подзабыли. Откуда возник этот праздник? Что произошло, и почему его до сих пор, спустя много уже лет, много веков даже, этот день продолжают помнить и праздновать. Так. Больше никаких у нас событий? У нас вот Янафа выписалась из больницы недавно, да? Но мы продолжаем за тебя молиться, чтобы ты больше не болела, не лежала. И я молилась. И Поля молилась за тебя. Все за тебя молились, да? За болящую. Давайте вспомним стихи, которые мы в прошлом году учили. Ну-ка, кто вспомнит? Кто помнит стих? Евангелие от Матфея, 11 глава, 12 стих. Царство Небесное. Кто помнит? Кто помнит? Так, тогда повторяем. Он коротенький. Он не полностью коротенький. Давайте, 3-4. Царство Небесное с силой уберется. Матфея, 11-12. Кто может повторить? Ливия? Царство Небесное с силой уберется. С силой уберется. А кто может объяснить своими словами? Так, ну Ливия уже, сначала Ксюша. Ну что, просто так в Царство Небесное пройти нельзя. Нужно верить в Бога, возиться, соблюдать правила, и тогда может попадешь. Верить в Бога, самое главное, да? Быть верующим. Не верующие попадут в Царство Небесное? Нет. А если человек верующий, вот он верующий и лежит на кровати, или нет? Нет. Говорит, ну я же верующий, все, я в Царство Небесное попаду. А верующий не будет лежать. Если он настоящий верующий, он будет еще и трудиться будет, да? И трудиться вера, вот продолжение, как бы уже этой темы. Вера без дел мертва. Иакова, послание Иакова, 2 глава, 26 стих. То есть, если человек верующий и хочет попасть в Царство Небесное, но ничего не делает, то это у него какая вера? Ника, какая вера у него, согласно этому стиху, если он ничего не делает? Если дел никаких нету? А если он же дел? Вера без дел, мертвая вера, правильно? Если по этому стиху, то если дел нету, то вера? Мертвая вера без дел мертва. Вот если кто-то скажет, я верующий, я в Царство Небесное попаду, вот, самая главная вера, правильно, самая главная вера, вера в Иисуса Христа, то, что Христос пролил свою причистую кровь за наши грехи, очистил нас, вот, читаем, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, правильно? Ну, если человек верующий, если он очищен, но лежит и ничего не делает, и говорит, ничего не надо, я верующий, всё, то мы читаем другой стих. Вера без дел мертва. Верующий не сможет просто лежать, он будет трудиться, он будет помогать, он будет думать о своём ближнем. Так. А вот этот стих? Всё, что делаете, делаете от души, как для Господа, а для человека. Колоссянов, 3.23. Ножками не болтай. Помните песенку мы пели? Угу. Кто помнит её? Дети помнят. Нет. Ну, ты где же ты здесь про детей-то видишь? Всё, 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 что делаете, делаете от души. Песенка по этому стиху была. Всё, 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 что делаете, делаете от души. Как для Господа, а не для людей, как для Господа, а не для людей. Колоссянам, 3.23. Помните эту коротенькую песенку? Я помню. Помнишь? Давно мы уже учили, года два назад я с вами проходила. И всё, что делаете, делаете от души, как для Господа, а не для человеков. Вот, мы прошли стих про дела. Что если ты верующий, ты должен что-то делать. А теперь, как это нужно делать? И как это нужно делать? Инафа, сможешь повторить этот стих? Всё, что делаете, делаете от души. Как для Господа, а не для человека. Вот как нужно всё делать. Всё, что делаете, делаете от души. Как для Господа. Любое дело, мама вас попросила, или учительница вам что-то поручила сделать, или еще кто-то. Как нужно это делать? Иван, как это нужно делать? Попросила тебя мама, сходи, Ваня, там надо кроликов покормить, почистить у них. Ты как сделаешь? Прибежишь, раз открыл, возле прохода вычистил, там что-то, какую-то травку бросил и побежал. И самое главное, что все, я свободен, я сделал. Или будешь делать это хорошо, как для Господа? Хорошо будешь делать? Если не угадать, то там заведутся очень много мух, они будут распространены повсюду, заразу. А если немножко кинуть, они вообще просто проголодаются, некоторые помрут. Или помрут, да? И друг друга еще начнут кусать, да они? Вот, если делать все как попало, есть такая поговорка, сделать все спустя рукава, то есть вот так вот. Так вот разве что-то можно сделать? Вот так, спустя рукава. Слышали такую поговорку? Говорят, ой, ты работаешь спустя рукава, потому что вот так невозможно сделать. А когда кто-то начинает работать, он как делает? Засучивает рукава, чтобы не замарать одежду и начинает работать. Вот кто хорошо работает. У кого рукава подняты, а у кого спущены, тот и работает так. Так вот, если вы работаете, если что-то какое-то делать, делайте, делайте. Как для Господа, а не для человека. Сделаешь плохо, любое дело плохо сделаешь, оно потом обернется плохими последствиями. Ваня сейчас объяснил. Плохо вычистишь, особенно сегодня плохо вычистил, завтра плохо вычистил. Кто-то там начинает заводиться, какая-то болезнь пойдет, плохо кормил, они в весе кролики не будут прибавлять. Будут хилые, больные, особенно если много раз плохо за ними ухаживать. Понятно? Будут обязательно плохие последствия. Как попало сделать школьные задания, уроки. Это все вылезло в то, что четверть будет уже закончена. Плохо, да? Достану. Смотрите, какую мы шишку нашли большую. Она уже потолстела. Она потолстела. Шишечка была ровненькая, у нее краешки были, она такая гладенькая была. Но, когда она высыхает, она, смотрите, как у нее отщепляются эти вот, как бы такие вот чешуйки. А зачем они отщепляются? Кто знает? Так, я посмотрю, кто. Тише, тише. Тише, тише. Или про синие, отвечай. Внутри у них семечки. Правильно. У них вот внутри, вот, смотрите. Я потрясла, видите? Когда высохли, посмотрите. Они потом падают и крутят. Да, когда они падают, вот давайте я одно кину, посмотрите, как оно падает. Видели? Самолетика. Видели, какой самолетик? Еще смотрите. Акелина, посмотри на самолетик. О, уже все, я его помяла, он уже не самолетик. Вот, вот он самолетик. Он падает, и что с ним происходит? Падает на землю. И застает. Да. И тебе находила очень большую шишку, вот такую шишку. И вот мы взяли ее, она такая гладенькая, полежала в кармане и расщепилась. И Поля говорит, она стала толстенькая. Да. Тише, ну вот потешить находила. Она стала толстенькая. Все, не надо, теперь все. Все, по шишкам поговорили, хватит, все. Это для чего сделано? Это семена, чтобы еще елочки выросли, ветер их отнесет. Благодаря вертолетику он хорошо умеет летать. Если бы он был тяжелый, сразу бы отцу упал, и все, да? А так ветер дунет, он благодаря этому вертолетику может на многие километры отлететь. Есть некоторые. И если упадет на хорошую землю, ни на камень, ни на дорогу. А куда? В траву. На добрую землю. На добрую почву, на добрую землю упадет семечко. И там вырастет и принесет свои плоды. Это притчика через полу. Да, как в притче. А ком называется эта притчасть? Осетили. Осетили. Которые, вы говорили, есть такие растения. У них такой кокос огромный сначала, потом он разламывается, и оттуда как штыки так втыкаются. Они очень тяжелые и острые. И прям вырастет тут. Он уже за три километра не отлетит такой какой-то. Ну да. Но если он растет над водой, он падет в воду, уплывет куда-нибудь, а потом через несколько месяцев у него пустятся корни, и он просто вот так встанет в воде. В воде и начнет расти, да? Ну вот видите, Ваня, какие познания. Пальма в воде? Да, прям в воде, нужно прости. А ты и есть, Ваня? Да. Я. Так. А еще вот стих тоже в продолжение этой же темы. Послание к евреям 11.6. Без веры упадет Богу невозможно. Евреям 11.6. Так. А без веры угодить Богу невозможно. А это как объяснить? Так. Кто объяснит, Левия? Если ты не будешь истинно верить, тогда ты не угодишь Богу. Истинно верить. Например, люди скажут, одни говорят, я верующий, все, я войду, царство небесное. А другие говорят, ну я в Бога не верю, но я добрая, я добрый. Я много делаю добрых дел, я помогаю бедным, у меня вот своя фирма, я благотворительностью занимаюсь, я много тружусь. Ну в Бога я не верю, вот как-то я не принимаю, я Библию не читаю, в Крам не хожу. Я там верю, они там в высшую доброту, справедливость верю, еще во что-то. Много добрых дел делают, да? И действительно бывают люди, которые говорят, смотришь, они не пьют, не курят, да, не матерятся. Добрые дела делают, но в Бога не верят. Скажите, они угождают Богу? Нет. Богу угодно их добрые дела? Нет, если они не веруют. Если они не верующие, если они Христа в свое сердце не приняли, это тоже Богу не угодно. Потому что, посмотрите, что написано в послании апостола Павла к евреям? А без веры угодить Богу невозможно. Давайте хором это скажем. А без веры угодить Богу невозможно. Евреям 11,6. А помните, мы с вами недавно стих новый проходили? Все мне. Так, Ефросиня скажет нам. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно преобладать мною. Обладать мною. Обладать мною. Так. И какое это место? Все в виде пошло. Не все полезно. Послание какое? Привет, здесь у Керланда и Лето. Привет, Керланда и Лето. У меня есть. Есть с тобой? Да. Это, кажется, послание апостола Павла к колосянам. Сейчас я посмотрю. Все мне позволительно. Кто еще не знает этот стих? Все мне позволительно. Кто может объяснить это своими словами? Так, Ксения. Ну, что все позволительно, что я могу, например, есть в пост мясо, например. Или там не соблюдать пост. Но не все полезно. Если я не буду соблюдать пост, то это же для меня будет, наоборот, плохо, что мне потом нужно идти на исповедь. Я же знала, мне не сердце будет плохо. Я знала, что после меня, например, специально съела. И ничто не должно быть отменить. То есть... Сиди тихонько. То есть ты хочешь сказать, что ты можешь по-разному жить. Можешь есть что-то, можешь не есть. Да, ты как-то сказать? Да, но не все будет тебе полезно. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мясо. Это не Полосян, это Коринфяна. Первая Коринфяна. 6-12. Что случилось? Ты же большая уже. Это думаешь, кто это? Это Закхей. Мы потом про него будем проходить. Так. А вот еще дальше, в этом же послании. Коринфяна, я не знаю, сейчас я вижу, нет. Очень похоже на этот есть стих. Кто его знает? Кто знает? Начинается так же. Все мне позволительно. Сейчас сразу так и не найду. Вот, нашла. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Назидает. Похоже этот стих на тот, который мы с вами учили? Только тот был в шестой главе, а этот стих в десятой главе. Через четыре главы очень похожий стих. Там было сказано, но не все не должно обладать мной, да, что-то. А здесь, но не все назидает. А что значит? Назидает. Кто знает, что такое назидает? Так. Леонид, ты у нас вообще руку не поднимаешь. Как ты думаешь, что такое назидать? Назидай. Так. Ленафа. Думаю, что это тоже как бы обладает. Нет. Обладает это, то есть, что-то тобой обладает, да? То есть, ты уже во власти этого обладает. Ничто не должно обладать. Помните, мы разбирали, что ножик любил один монах, да? Сильно привязался он к этому ножику. И нужно, вот как было полезно для него освободиться. Не надо ни к чему привязываться, к земному. Так, Левия, что такое назидает? Как ты думаешь? Может быть, это учит, поучает. Правильно. Назидай, это значит поучать, наставлять. И апостол Павел говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. То есть, учить должно что? Что должно нас учить? Что-то доброе, хорошее, да? Оно должно нас учить. Особенно хорошо учат добрые, полезные примеры, да? Кто-то подает добрый, хороший пример. А кто-то подает дурной пример. И это уже не будет служить к вашему назиданию. Правильно? Если кто-то подает плохой пример, соблазн особенно подает. Раз. На ноги не смотрим. Так. Поэтому он и говорит, что не все назидает. Что бывают такие моменты, которые не будут назидать, значит, да? Которые... Или назидать будут дурно. Поэтому нужно быть очень внимательным. Разобрали еще, вспомнили стих. Сейчас мы сразу много стихов не будем, чтобы у вас не перепуталось все в голове. У нас сколько еще времени есть там? А, уже часы дочитываю, да? У меня вот, смотрите, такая картинка есть. Давно-давно мы ее делали. Помните? По шаблону делали. Это был стих Марка 10-14. Кто помнит этот стих? Я даю подсказку. Так, так, давай-давай. Так, Ливия. Пустите детей и не препятствуйте им, ибо таковых есть царство обвесит. Пустите детей приходить ко мне. Христос говорил. Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть царство обвесит. И вот, посмотрите, сколько много ребятишек, да? Я вам раздавала, такие вы сами делали, и разукрашивали. Все, у всех по-разному было разукрашено. Хотите, я вам потом найду, потому что. Мы будем, как в детстве заниматься. Как в детстве? Просто она столько маленькая. Мы даже Акелине мы дадим такое задание. На, посмотри, где здесь Акелина? Здесь маленькая Акелина, вот цветочка. А вот эту поделку помните? Это Ксюшина. Я помню, как в детстве. Помните, Лазарь, выйди вон, да? А, вон там. А ты что делала? Лазарь, выйди вон. Интересно? Смотри, смотри. Она еще маленькая еще. Все таки хорошо включилась. Сядь, хорошо? Сядь, хорошо. Смотрите, у нас сегодня, какое музыкальное сопровождение у нас, Акелина. А вот этот, помните, мы делали фильм? Нет. Вот, Леонида вспомнила. Помните? А как его делать? Выкручивать надо было его? Это про кого было? Так, тише, Левия догадалась, я сейчас поближе подхожу. Так, кто знает, руки поднимай. Подожди, не, 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 кто догадался? Сначала посмотри. Сейчас всем покажу. А, я знаю. Понял? Тише, тише. Мы вчера про эту болезнь рассказывали. Так, кто знает, кто знает, кто знает, кто знает. Под елкой лежат. У нас во дворе возле качель. Вот таких шишек. Целую сумку насобираешь и домой приведешь. Все. Все, она к папе ушла. Она молча, она не плачет, она молча. Все, ушла и все. Без шишки. Какое же занятие без шишки. Все, сейчас там уже дочитывают часы. Мы пойдем к храм молиться. Давайте повторим. Заходим, не топаем, хорошо? Все, люди молятся. Братья, сестры молятся. Старайтесь ходить не топая. Вы идете вот так. И ноги, да, идут вот так. Вот смотрите, можно вот так идти. Вот. А можно тоже самое идти. Стараться потихоньку. А не так. Нет? Без топания и вот без этого громкого шарфания. Так. Что, Агния? Я так хожу тихо. Агния тихо ходит. Я думаю, тихо. А сейчас еще Агния нам покажет, как нужно молиться, креститься. Всем пример покажет. Иди сюда. Сюда иди. Так, вспоминаем, как мы в храме стоим, как мы молимся. Агния показывает. Так, правой рукой. Так, вот эта девочка туда и сюда бегает. Или туда, или сюда. А бегать не надо. Время службы. Ты зачем на двор пойти? Покачаться. Но только не бегать по храму. Сядь. Все. Пусть щелкает. Все, Агния правильно перекрестилась. Я почему ее позвала? Потому что она руку путает иногда. Правой рукой, да? Правой рукой. Вот Тараса смеялся. Тарас, иди сюда. Сейчас мы посмотрим у Тараса, какие ошибки. Ну-ка. Так. И поклон. Так. Маленькое дополнение. Рукой каждый раз не надо ботинки трогать. Понятно? Поклонить не доставай. Ты хорошо правильно поклонился. Я посмотрела, что ты коленки не сгибал. Молодец. А то ты любишь коленки сгибать. Но пол трогать каждый раз не надо. Ладно? И ботинки. Просто делаешь поклон. И все. Давай еще раз перекрестись. Так. Молодец. Вот. Все. Идеально. Молодец. Ставь. Все? Никто больше у нас? Ну, Нестором хорошо молится. Давайте Акелина покажет. А Акелина умеет поклоны делать? Акелина. Умеет. Она даже земные умеет делать. Акелина, ты взяла шишку чужую, начала ее растрибушивать. Разве так можно? Да. Зачем ты начала сорить? Мама тогда придет, твоя будет пол мыть. Выходи оттуда. Не надо сорить. Сейчас мы ее в график дежурства включим. Угу. Нельзя. Не сори. Хорошо? Ты не ломай. Так. Опять слова. Еще не запели? Опять звуки. Знаете, придется, здесь есть такие елочки. Так, смотрите, какая у меня есть картинка. Давайте я вам ее пущу. Вы ее передавайте друг другу. Передавайте. Посмотрите внимательно. И кто догадается? Только не выкрикивайте с места. Я знаю. Какое место из писания здесь на картинке изображено? Так, пока не выкрикивайте. Ой, уже запели. Всё, давайте. Ваня скажет нам. Ваня. Это когда братья продали своего брата, свои брата Иосифа. Иосифа. Правильно, вот он Иосиф его за руки держит, да? Торговца. Из Египта они продали брата своего Иосифа. Стойте. Потихоньку выходим, потихоньку не топаем. Пока всё соберу, приберу. Ну что, а новое поднято? Всё, идите, идите. ПЕСНЯ 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 Я в ходу в кровь и мне не будет, и не познает того места своего. Милой же Господь от века и до века, набоящийся Его. И правда Его на свидетельство, хранящих завет Его, и помнищих заповедей его творития Господь. На небесе уготова престол свой, ведь Царство Его всеми обладает. Благословите Господь, все ангелы Его, сильные крепости, творящие Слово Его. Благословите Господь, все ангелы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господь, все ангелы Его, на всяком месте владычества Его. Благословите Господь. Благословите Господь, все ангелы Его, слуги Его, слуги Его, слуги Его, слуги Его. Господи, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, аминь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Хвали, душа моя, Господа, вас, моё, Господа, в животе мое, пою Богу моему дно, держись, не надейтесь. Иисусе Христе, Князи Васильи Человеческие, в них же нет спасения, избыли Дух Его и возвратиться в землю свою, Толь не повинутся по мышлению Его, блажен Ему же Бог, грабок помощник Его, упованье Его на Господа Бога Своего, Сотворшего небо и землю, море сияжи в них, хранящего истину век, творящего суд обеденным, дающего пищу молчущим. Господь, греши да коварные, Господь умудряет сердцы, Господь возводит незвежие, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы, силы да коварные, и будь грешный погубит, Благоцарица, Господь вовек, Бог твой силой не врод и врод, И ныне и пресно и во веки веков, аминь, Единородный Сыний, Слове Божий, Бессмертенцы, Изволив и спасение нашего Роди, Воплотитесь от святые Богородицы, И при сноте вы мари, Непреложного Человечего и ся, Распнемся же в Христе Божий, Смертью и Смех поправый, Едем все святые Троицы, Спрославляем мы Отцу и Святому Духу, Спаси нас, спаси нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилу нас. Аминь. Пусть славствия Твоем поменит нас, Господи, Пусть славствия Твоем, 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 Якоти помилованье буду, Блаженни, честное сердце. Якоти Бога узрят, Блаженни, миротворцы. Якоти сынами Божьи нарекутся, Блаженни, дам неправды ради. Якоти хищатство небесное, Блаженни, дам поносят вам. И женоты рекутся, Зол глагол на вылжащем и не ради. Радуйтесь и веселитесь, Якобс да ваша много на небесе. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Отверстие всеразбойнику рай, Мироносицам власть приложил и сей. И апостолам проповедать и поверил и сей. Яков, воскресающий Христе Божий, Даре мир и верею, милость. Господи, Господи, люди Твоя, И благослови достояние Твое, Победы православным христианам на сопротивная дорога, И Твое, сохраняя кресток Твоим жительством. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, Помилуй, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, Помилуй, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, Помилуй, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, Помилуй, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, Помилуй, помилуй нас. От логки, святого Евангелия, чтения. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, Какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, Какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, Чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших. И благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, И будете сынами Всевышнего, Ибо Он благ и к неблагодарным, и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. Слава тебе, Господи, слава тебе! Братья и сестры, усаживайтесь поудобнее, проповедь длинная, Иоанна Залтоуста. Отчасти это будет возвещением того, что многие не остаются на занятиях. А занятия сегодняшние как раз перекликаются с темой этой проповеди Иоанны Залтоуста. Занятия по посланию апостола Павла Первому, посланию апостола Павла Коринфянам. А этот проповедь на второе послание апостола Павла Коринфянам тоже. Но эти оба послания, они дополняют одно другое, поэтому какой стих не возьми, он перекликается со всеми стихами этих двух посланий. Мы же, как спаспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Второе Коринфянам 6, 1-2. Благодать не ведет ко спасению, если нет чистой жизни, как бы подразделы этой проповеди. В чем состоит истинное богатство? Бедняки, счастливее богачей. Так как апостол сказал, что Бог призывает, а мы только посланники от Него, которые молим, чтобы вы примирились с Богом, то чтобы коринфяне не предались, то можно сказать, что и нам тоже это, не предались беспечности, Он снова устрашает их и возбуждает, говоря, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Не будем говорить, предаваться беспечности, потому что Бог нас призывает и послал к нам посланников. Напротив, поэтому-то самому и будем всячески стараться угодить Богу и собрать сокровища духовные, о чем Он и выше говорил, когда сказал, что любовь Божия обдержит нас, то есть побуждает, заставляет, нудит. Что после такого попечения, предавшись беспечности и не показавшись ничего доброго, не лишится нам столь великих благ. Итак, не думайте, что если Бог послал призывающих, то это призывание продолжится вечно. Оно продолжится только до второго пришествия. Он будет призывать, доколе мы находимся только здесь, а после того суд и мучение. Это-то, говорит, и побуждает нас призывать вас. Он часто возбуждает верующих не только величием блага и человеколюбием Божиим, но и краткостью времени. Так в других посланиях он говорит, ныне ближе к нам спасение. Римлян 13, 12. И еще, Господь близко. Филиппийцам 4, 5. А здесь еще более делает. Он говорит, побуждает верующих не только краткостью данного времени, но еще и тем, что это только время и благоприятно для спасения. Вот, говорит, теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Не будем же терять благоприятного времени, но покажем достойное данной нам благодати попечения. Потому, говорит, и мы сами спешим, зная краткость и благоприятность времени. Вот почему он сказал, умоляем вас, как спаспешники вам, потому что мы полагаем более вам, нежели Богу, от которого мы посланы. Он ни в чем не имеет нужды. Все спасение распространяется на вас. Впрочем, этим не отвергается и то, что апостолы были спаспешники и Богу, как и говорит в другом месте, ибо мы соработники у Бога. 1 Коринфянам 3, 9. К этому-то спасению, говорит, мы и призываем вас, умоляем. Когда же Бог призывает ко спасению, то не просто призывает, но представляя на то права свои, именно то, что Он дал Сына Праведника, неведавшего греха. И за нас, грешников, соделал Его грехом, чтобы мы сделались праведными. Тому, кто имеет столько прав и есть Бог, не следовало бы и призывать, и при том людей непокорных, напротив, нам бы надлежало призывать Его каждый день. И однако, Он призывает, мы же, говорит, призывая, не можем от себя представить нам никакого права или благодеяния. Разве то одно, что умоляем вас именем Бога, открывшего вам столько благодеяний? Умоляем же для того, чтобы вы приняли Его благодеяние и не отвергли дара. Итак, послушайте нас и не напрасно примите предлагаемую вам благодать. Чтобы слушатели не подумали, что примирение состоит только в том, чтобы веровать призывающего, он требует еще и исправления жизни. Потому что, получивши прощение грехов и примирившись с Богом, жить опять по-прежнему, значит то же, что снова возвращаться к вражде и в рассуждении жизни напрасно принять благодать. Благодать не спасает нас при нечистой жизни. Напротив, еще боли повредит нам и усугубит грехи наши, если мы после такого познания и дара возвратимся к прежним беззакониям. Впрочем, апостол Яснов пока еще не говорит этого, чтобы не сделать слово своего тяжким, а говорит только, что иначе не получим никакой пользы. Потом напоминает пророчество, убеждая тем и побуждая Коринфян и нас также подвигнуться, чтобы получить спасение. И восказанно говорит, во время благоприятное услышал тебя и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Второй стих. Время благоприятное. Какое это время? Время дара и благодати, которое ни отчета в грехах требует, ни осуждения произносит, но с прощением грехов предлагает и наслаждение бесчисленными благами, оправдание, освящение и все другое. Сколько належало бы трудиться, чтобы дождаться такого времени? Но вот без всякого с нашей стороны труда пришло это время, неся с собой оставление всех прежде бывших грехов. Поэтому и называют его благоприятным, так как Господь принимает ныне и величайших грешников, и не только принимает, но еще и удостаивает их высочайших почестей. Когда царь пришел, то уже не суда время, но милости и спасения. Потому и называют это время благоприятным, доколе мы находимся в подвиге, доколе работаем в винограднике, доколе остается одиннадцатый час. Итак, приступим к подвигу, покажем жизнь добродетельную. К тому же это и легко. Подвязывающимся в такое время, в которое изделились столь великие дары, столь великая благодать, легко получить награду. И у земных царей во время торжеств, когда они являются в царских одеждах и мало потрудившиеся, получают великие дары. Между тем, как в дни, когда они судят, требуется большая исправность и великое усилие, чтобы получить что-нибудь. Поэтому и мы будем подвязаться в то благоприятное время, которое дается дар. Ныне время благодати, Божьей благодати, когда легко можем получить венцы. Если Бог принял нас, обремененных столькими грехами, и простил, то не тем ли более примет нас, когда мы прощены уже, и когда привносим нечто и от себя. Далее, как и всегда делает апостол, выставляя самого себя на сцену, чтобы с него брали пример. Так делает он и здесь. Поэтому и присовокупляет. Мы никому ни в чем не полагаем притыхания, чтобы не было повецаемо наше служение. Заимствуя убеждения не от времени только, но и от примера тех, которые подвязались так, как должно. И смотри, как скромно это делает. И сказал, глядите на нас, а мы как таковы-то. Но, как бы защищаясь против обвинения, исчисляет свои подвиги. И полагает два отличительных признака беспорочной жизни. Отличительных признака беспорочной жизни. Первый. Ни в чем не полагаем притыкания. Не сказал обвинения. Но, что гораздо маловажнее, притыкания. То есть, никому не подавая и повода к укоризнам против нас. Да, служение беспорочно будет, чтобы никто не стал нападать на это служение. И не сказал опять, чтобы кто не стал порицать или обвинять, но чтобы оно не подавало и случайного повода к тому, чтобы кто-нибудь мог порицать в чем-нибудь. Второй признак. Но во всем являем себя, как служители Божии. Это гораздо выше предыдущего. Действительно, ни одно и то же быть свободным от обвинения и устроить себя так, чтобы из всего видно было, что мы Божии слуги. И ни одно и то же избежать порицания и быть достойным похвал. Не сказал являясь, но являем себя, то есть показываем себя таковыми на деле. Далее говорит и о том, каким образом они сделались таковыми. Какими же? В терпении, говорит многом. В терпении он положил основание благ. Почему и не просто сказал в терпении, но в терпении многом, чтобы показать его важность. Действительно, претерпеть одну какую-нибудь беду или две, еще не великое дело. Потому и перечисляет множество скорбей и искушений, говоря в скорбях, в бедах. Но скорбь еще более увеличивается, когда нельзя уклониться от несчастий. И когда точно неизбежная какая-то необходимость требует злостраданий в тесных обстоятельствах. То есть и в теснотах голода, и других необходимых потребностей, или просто в теснотах искушений. Под ударами, в темницах, в изгнаниях. И каждый из них само по себе тяжко. Тяжко терпеть бичевание. Тяжко быть в узах. Тяжко не иметь покоя от гонений. Это именно и значит не стоение. Но когда постигают все эти скорби, и притом сразу, то подумают, какая для этого потребна душа. Потом ко внешним скорбянски совокупляют и те, которые от него, собственно, зависели. В трудах, в убдениях, в постах, в чистоте. И этими словами он указывает на те труды, которыми обременял себя, переходя с места на место. И делая своими руками. На те ночи, которые учил, или трудился за себя, или совсем тем не забывая и поста. Хотя и одни эти подвиги стоили и одной тысячи постов. А под чистоту, и здесь он, разумеет, или целомудрие, или чистоту во всем, или же нелюбостержательность, или же то, что он даром пропагандовал в Евангелии. Благоразумие. Что такое благоразумие? В мудрости, даруемой от Бога, которая истинно есть видение, а не как мимые мудрецы, хвалящие сердечным образованием, а этой истинной мудрости лишенной. Великодушие, в благости. И это важно, если есть истинно мужественно эти благородные души. Великодушие, переносить поражения и удавы. Это все умоносимые. Дарья, чтобы показать, как он сделался таковым, и совокупил, в Духе Святом. Через Него, говорит, мы все это совершаем. Но смотри, где он поставил помощь от Святого Духа. После уже исчисления своих подвигов. Мне кажется, он хотел показать этим и нечто еще другое. Что же такое? То, что мы обильно исполним Духа Святого и свое апостольство, оправдываем и тем, что достоинность духовной дарования. Так как, хотя это зависит и от благодати, тем не менее, сам он был причиной своими делами и подвигами привлевший на себя благодать. Если же кто думает, что сверхсказанное апостолом выражает этими словами еще и то, что он по употреблению благодатных даров не подавал никому никакого соблазна, думает, и тот не помешит против смысла. Действительно, некоторые из коллективян, получив дар языков и разгрочившись тем, подали повод к осуждению себя, потому что получивший духовные дары, может и зло полюбить ними. Мы же, говорит, не таковы, но и в душе, то есть в даровании, прибыли беспорочными, в любви не лицемерной. Вот что было причиной всех благ им приобретенных, вот что сделало его таковым и сохраняло в нем духа, действием которого все у него совершалось, в слове истины. О чем он часто упоминает, то есть, что мы возвещали слово Божие без обмана и без подделки. Сили Божии. Как всегда он поступает, то есть, ничто не относит к самому себе, но все усваивает Богу и ему приписывает все свои действия. Так делает и здесь.